Всех этих сказочных героев придумали воспитанники детского дома-интерната. И прямо сейчас созданные им персонажи будут оживать. Но прежде нужно придумать сюжет. Ребята решили, их герои отправятся на необитаемые острова. Сначала надо нарисовать фоны будущего мультфильма. Дети рисуют морские побережья, горы и чудесные пейзажи, на которых расцветают сказочные цветы, а деревья увешаны фруктами. В своих картинках ребята воплощают свои светлые мечты. Апельсины на одном делу, а на одном делу эти, яблони. А почему ты решил их в лето отправить? Сейчас зима. А мы уже летом жду. Наконец подготовительная работа закончена. Впереди следующий этап съемка заставки. Название мультика «Путешествие на острова». Под руководством специалистов дети сами снимают каждый кадр. Дело это оказывается совсем не быстрое, зато очень увлекательное. Ребят, мы можем оживить наших буковки, как они будут жить. Они могут скакать, как мячик, могут выплывать. Такая совместная творческая работа детям очень нравится. А педагоги отмечают огромную пользу мульттерапии. Она способствует эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному развитию, социализации и самовыражению. Здесь столько видов искусства получается, если это все в комплексе смотреть. Дети рисуют, дети фантазируют, дети придумывают сюжет. Дети просто в единой такой команде делают один большой мультфильм. А когда они видят результаты своего труда, для них это радость вдвойне, что они сделали мультфильм своими руками. А когда нужно видеть глаза детей, когда они видят, когда их персонажи оживают. Творить волшебство ребятам помогает передвижная мультстудия. Этот проект в нашем крае реализуется при поддержке агентства молодежной политики региона. Мультипликаторы выезжают в любые учреждения, которые работают с детьми с ограниченными возможностями. И вместе они делают мир чуточку сказочнее и прекраснее. Анна Московских, Александр Ермошенко, Новости.